Христос посреди нас, мои родные, любимые и сердцу дорогие христолюбцы, все братья и сестры во Христе, всем желаю радости и веселья в Господе, всем желаю возрастать и возрасти по внутреннему человеку и достигнуть этого совершенства Христова, зрелости христианина. По образу и подобию нашего Творца, Создателя, Учителя, Путеводителя, Подвигоположника, Бога, пришедшего во плоти Иисуса Христа, две тысячи лет тому назад. Благая весть, о котором подвиги, о жизни, учения Иисуса дошла и до наших времен, до всех нас, услышав которую мы все покаялись и решились изменить свою жизнь. Сегодня я буду говорить о жертве Иисуса Христа, о кресте Господнем. Ролик я выложу на Христолюб Лайф, как бы постараюсь сделать его автономным, но все-таки я буду, хочу провести параллель, кто знает, кто нет, на канале Христолюб я читаю Писание, сейчас я читаю Ветхий Завет. Мы прочли уже первые три главы, я хотел подвести итог и как раз провести параллель и дополнить и сделать вывод, для чего же приходил Иисус, для чего он жил, умер, воскрес и вознес, так скажем, для чего вообще нам Евангелие. И, естественно, все это я буду рассматривать через призму его жертвы, да, поэтому рекомендую всем на канале Христолюб посмотреть эти чтения Ветхого Завета первых глав, иначе не совсем будет понятно, наверное, о чем я буду говорить. Хотя, хочется сделать ролик автономный тоже, чтобы было тоже понятно, но, в общем-то, такие мои рекомендации, мои мысли, а там сами решайте. Потому что я именно с этого и начну, вот, со связи с первыми главами книги Бытие, первой книги Библии, Писаний. Мы с вами посмотрели, ну, кто знает, у меня даже на Христолюбе на канале сама шапка канала, там я показал так кратко евангельскую жизнь, да, и, как я всем говорю, это четыре божьих природы, основные четыре божественной природы. Первое. Кротость и смирение. Это символ явления Бога на земле, да. Вторая – это любовь. Его жизнь и его смерть ради людей. Третье. Ну, символ распятия этой природы, так скажем, да, а словом называем любовь. Третье – это жизнь вечная, то есть воскресение Иисуса Христа. И четвертое – это свобода, это вознесение Иисуса Христа. Вот эти четыре евангельских события жизни Иисуса Христа нам символизируют эти четыре основные свободы, хотите, имени Бога, да. Очень любят насосы с этими именами Божьими, да. Все они, конечно, что-то означают, но имя прежде всего должно нам отражать сущность. Сущность. Это все хорошо, красивые имена, Бог сильный, Бог саваоф, Бог сил, да. Я уж молчу про такие, по сути-то, имена, которые нужны нам. Почему и сказано, что люди будут говорить, Бог крепкий, с нами Бог, Эммануэль, да, там, Эммануил, 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 как хотите. Это люди, так будет говорить. А настоящее имя Бога или имя человека каждого – это его природа. Какой человек добрый? Раньше, в принципе, и называли людей именами прилагательными. Кто знает, кто исследовал эти вопросы. Сейчас все превратили. Нас очень любят все превращать ни во что, в пустоту, да. Мы с вами прочитали первые три главы книги Бытия. И теперь мы по этим природам, по евангельским событиям начнем с, наоборот, мы с вами поговорили, да, то есть воплощение Бога, вочеловечивание, если хотите, жизнь, смерть, воскресение и вознесение. И пойдем по обратной цепочечке. Вознесение Иисуса. Господь открыл нам, что Он от начала даровал нам свободу. Что такое символ Вознесения Иисуса? Он сказал опять, живите как хотите до второго пришествия. Дадите отчет, когда я приду. Помните, Иисус и притчи рассказывал. Ушел Господин, несколько притч он рассказывал подобных. Господин ушел, а потом пришел, и все давали ему отчет. То же самое Иисус делает сам. Иисус, я всегда говорил, что Иисус никогда не делал, и не учил тому, вернее, чего не делал сам. И наоборот, все, что Он делал, если это имеет отношение ко всем, были некоторые вещи, которые Он делал как Бог, это нас не касается. Ну, а в основном, конечно, Он же нам прокладывал путь. И все эти свои дела Он всегда комментировал, да, то есть учение свое давал. Но на основе его жизни, на основе его дела, оно всегда подкреплялось. Ну, или что-то Он говорил, наверное, наперед, потом это являл делами. Не всегда можно все сразу сделать, но мы об этом говорим. Вот его вознесение. Символ свободы, дарованной человеку. Видим мы ее в первых главах книги «Бытие», да. Мы видим, Бог творит небо и землю. Все, что на них, на земле, в морях, в воздухе. Творит человека, и что? Дарут ему свободу. И по плоти, и по духу. Во-первых, Бог не дает по плоти Адаму никакого культа. Он не говорит строить ему храмов или капищ каких-то, или жертвенников. Он не дает ему никакой ни талмуд, ни обряд, ни книгу канонов. Ничего он нам не дает вообще, ни предания старцев. Ничего не дает. Он говорит, живи и радуйся жизни. Возделывай, храни. Эдемский сад. Ну, как мы с вами, почитав, разобрались, что возделывание доставляло наверняка человеку точно такое же неимоверное удовольствие и наслаждение. Это сейчас мы после грехопадения в крови и поте хлеб свой добываем. А поначалу так не было. И не будет потом. Когда во второй раз Господь будет творить новое небо и новую землю. И духовную свободу. Древо познает добра и зла вне сердца человеческого, так скажем, в раю, но не посередине. Да, посередине древо жизни, то есть сам Бог, который обладает свободой. Там все это символом. То есть мы видим, человек был абсолютно свободен. Когда Ева потянулась к плоду и сорвала его, и вкусила, и потом дала мужу, и он тоже ел. Господь их палкой не бил ни во время того, по голове не бил, ни во время того, когда Господь ни змея не заколол, не задушил, не поймал эту гадюку, не выкинул ее из рая. Никогда не беседовал змея с Евой, с женщиной. Там ее даже вроде как не Евой назван, она просто пока женщина. Это ее Евой назвал потом Адам, когда она уже, они стали одеты, стали в кожаной одежды. Господь ни их разговор не прервал, ни вмешивался туда. То есть они обладали абсолютной свободой выбора между добром и зло. Вкушать зло. Хотите помесь добра со злом, хотите, мои котяшки, хотите зло под видом добра, то есть с этого древа, как его ни назови, смысл один и тот же. Хотите все это вместе на нем, все эти плоды. То есть он не слушается, и дела его непослушания, вкушения зла, чем оборачиваются. Правда не сразу наказанием, сначала допросом, причем не допросом, а просто призывом любящего родителя покаяться, но дети Божьи, Адам с Евой, так их будем называть, ну или мужчины и женщины, отворачиваются от этого предложения, которое им надо было просто принять, покаяться, и все было бы хорошо. И что и получает достойное своих дел. То есть свободу мы видим, то есть первую природу Бога из четырех основных, да, вот как я их люблю делить, действительно очень важно, очень важно это помнить, легко будет проводить свою христианскую жизнь и понимать все, и Писание, в том числе, и Нового Завета, и даже Ветхого Завета. И не даже, а только через эти призмы, как я говорил, линзы, мы можем смотреть на все Писания. Свобода. Видим мы ее в Писаниях Ветхого Завета, да, прямо в первых трех главах, все. Зачем тогда приходил Иисус? Мы и так видим, в принципе, еще от начала, что, да, человек обладает свободой. По плоти Бог его ничем не связывал. Богу не нужны рабы. Он не требовал служения себе, рук человеческих, ни самого человека он не требовал никакого. Богослужения. Мы видим, что Господь давал человеку, Адаму с Евой, какое-то богослужение, что-то. Нет, ничего он от него вообще не требовал. Вообще ничего. Только радоваться, веселиться жизни. Жизнь, воскресение Иисуса Христа, второе. Видим мы вечную жизнь, да. Ведь Господь сотворив все, видим мы вечную жизнь и не тление. Ну, а времени и вечности, кто не смотрел, посмотрите мои ролики, я говорил, что это одни и те же понятия, означающие определение этих слов движения. Это синонимичные понятия время и вечность. Просто время это слово, которое мы сейчас употребляем в мире тления и смерти и ограничения. А вечность в такое же время, только в мире не тление, бессмертие. Видим мы вечную жизнь у Адама, да. То есть, Господь сделал человека вечным. Говорит, что если ты вкусишь, смерть умрешь, а так ты вечен. И вот тут как раз в принципе эти слова очень важно делить. Да, вечность и бессмертие. Да, вечен, но не бессмертен. Да, сейчас через призму Евангелия мы можем видеть, что оказывается все это было любвеобильное, театральное, хотите, заботливое, игра, хотите, Бога, Отца, со своими детьми, что вот он их так одевает. Все эти кожные ризы, это лишь вразумительный акт человека. Вот этот все этап жизни, в котором мы живем, внутри вечности, все временной период, который мы сейчас проходим, от начала того, как нас Господь все ходил в эти кожные ризы, до того, как все это сгорит, земля и все дела на ней, это все посерединке вечности. Как я уже говорил вам в своей мысли, что когда мы узнаем, опять вкусим, почувствуем, природа наша изменится вне тления, мы забудем и начало нашего тления. Скорее всего так, потому что мы в центре вечности, время это в центре вечности. Грань одну уберешь, уберешь и вторую, и все, вот так расширится в альфа и омега, начало и конец, вперед и в зад. Все, у нас пропадут все эти чувства, которые присущи сейчас, живя во времени, когда мы живем. То есть, в принципе, мы видим вечность в первых главах, да? Зачем же приходил Иисус, чтобы потом придя, пострадать, воскреснуть и вознесли? Зачем? Ну, с первым мы разобрались, с вознесением, со свободой. В принципе, мы и так все знаем. С вечностью, в принципе, мы тоже видим, что человек вечен, но мы все-таки видим, и это сейчас, конечно же, с высоты птичьего полета, как я говорю, орлиным взглядом духовных орлов, да? Мы все это видим, и мы поняли, а, ну да, все это была игра, мы же видим, что люди-то умирали, хоть по плоти, но где-то это люди находились. Сама личность неуничтожима. Уже Моисею мы потом будем встречать, да? Бог говорит, что при Купине, являясь при кусте этим колючим, горящим, так скажем, каким-то непонятным пламенем, говорит, я что, Бог мертвых, я Бог Авраам, Исаак и Акова, Бог же, как потом Иисус говорил, не Бог мертвых, но живых, но это уже Иисус говорит, но и Господь, когда так говорил, Иисус говорит, разве он бы стал себя называть Богом мертвых? Бог – это жизнь. Мы не видим нигде, что Бог сотворил смерть, смерть, что, кстати, ад Бог сделал, да, там, или гиену. Вот. Не видим, не видим. То есть, мы видим жизнь вечную, но если бы у нас не было Евангелия, если бы Бог не приходил на землю, мы бы так и до своей смерти гадали бы, живым или нет. И все люди, куда они идут, и вот в язычестве, каких только не было, теории, религии, кто изучал там всякие религии, знал, что только там не напридумывали. Вот. Хотя сердцем люди много чувствовали, там можно найти тоже зерна истины, но факт остается фактом, что каких-то стопроцентных убеждений никто не мог претендовать на истину. Христиане на нее претендуют. Я, в частности, как представитель, как ученик и последователь Иисуса и проповедник истины, которая в Иисусе только. вот вам уже первая важность того Евангелия и пришествия Бога на землю. Воскресение. То есть воскресение, конечно же, что для нас знаменует? Не просто опять вечность, а бессмертие. Бессмертие и неуничтожимость человеческой личности. Все мы умрем, хотя Павел говорил, и так действительно будет, даже не все умрут, оказывается. Будут святые, которые будут и во время пришествия Иисуса Христа, доживут до этого. И как Господь сказал, когда увидите это, не печальтесь, наоборот, восклоните головы ваши в радости, что идет наш Создатель второй раз. Восклоните. Это же самое прекрасное событие на земле. Одно из прекрасных после его первого пришествия. Альфа-самцы тут гуляют. Вот, вот, в чем радость-то воскресения Христова. Что то бы мы гадали, и одно дело, Бог вроде бы сотворил все сначала бессмертием. И да, Бог не творит смерти, но Адам-то умер. Люди все потом стали умирать один за одним. Да, если бы не согрешили, жили бы вечно, но согрешили и вкусили смерть, и вкушают по сей день. И вкушали бы так до бесконечности. Но воплощение Бога открыло нам его, так скажем, смерть вот эта, но Бог-то не умирает. И это же не смерть, это лишь раздевание вот от этих одежд, которые Бог нас одел. Это же не тело человеческое, по сути-то, а лишь одежда. Она так и называется, вы знаете, в Писании. Ну, или Павел и называл, конечно, тоже телом смерти, телом греха, но мы понимаем, что все это одежда, да. Ну, сам же мы с вами прочитали три главы, и так и сказано, что Бог одел в кожаные, как хотите, животные, там разные переводы, да, грубую, вот это вот тело, да. вот вам, пожалуйста, воскресение Иисуса. У любого ученика или последователя, то есть, кто исповедует жизнь и учение Иисуса, есть твердое убеждение. Доказать воскресение Иисуса мы, живя после двух тысяч лет евангельских событий, когда они прошли, не можем никому, мы можем только эту истину благовествовать. Сам я, в принципе, ее не верю в это, а знаю. Потому что есть такое чувство у человека, как знание, да, причем некоторых вещей, которые ты никогда не видел. Я в это не верю, честно, я знаю, потому что я рассказывал тоже свою жизнь до покаяния. Чувствую, чувствую бессмертия у меня было всегда. У меня вот именно не было просто доказательств каких-то явных для себя, даже не для других, для себя. Сам-то я понимаю, но мне кажется, что я безумный. В первых, мало людей, кто об этом говорит, думает, исповедует так. И лишь Евангелие, жизнь и учение Иисуса Христа открыли мне, что вот зеркало моей души, все, что я думал, оказывается, это правда. Ибо есть внешнее зеркальное подтверждение моей души, это Евангелие. Поэтому, конечно же, это просто было внешним доказательством таким утверждением, но чувство бессмертия присуще природе человека. Потому что Дух, который в нас, Дух Божий, причем во всех, и до покаяния человеческого, он присущ каждому человеку, Бог написан, мы с вами прочитали, сотворил человек и вдунул в дыхание, дыхание свое в него, дыхание жизни. И он вдунул не в христиан, а во всех людей на земле. И стал человек душой живой. Тут надо понимать, а то любит насосаться с этим христианством, как будто мы чем-то отличаемся от всех людей. Мы отличаемся вот этими знаниями, убеждениями и святой жизнью, вот и все, которая, конечно же, нас приближает к Богу. Но жизни присущи каждый человек, дыхание жизни есть в каждом человеке, дыхание жизни присуще даже ангелам, вот именно, что же живут. Все, что есть в мире, все присуще Богу. Все имеет его природу, ибо Бог всячески во все. Вот что такое воскресенье. Важно оно, важно, да, оно нам свидетельствует не просто вечности, как это любит, а именно бессмертия. Бессмертия. В первых книгах вот были бы мы иудеями, читали бы вот это все. Ну и что? Ну да, был человек, умер. Почему и появились, кто знает, в еврействе-то эти садукеи, слепые вожди слепого народа, которые вообще отвергли все. В принципе, имели на это полное право. А где у них свидетельство того, что Бог, ну Бог-то ладно, может и вечно, говорит, а что мы вечно, где у нас свидетельство-то этого? Все, кто знает садукеи, причем это вожди, первосвященники, вожди народа, так скажем, учителя, они уже все отрицают бессмертие души, существование небесного мира, то есть ангельского, ну и соответственно, суда, а нет, суда ешь, певеселись, поэтому и жизнь их была соответствующая. Поэтому знания о бессмертии очень важны, соответственно, знания о суде, потому что это тоже присуще каждому человеку, он знает, что он это скинет, эти одежды, и все тайное станет явной. Вся его внутренняя сущность, которую сейчас можно скрывать, можно врать, даже любящему тебя человеку в лицо, поносить его за глаза, обманывать собственного брата порой за глаза, да, там, то потом все это явится, жене своей или мужу изменять в сердце своем, даже неявно. Вот, никто же не видит, я могу с ней спать и фантазировать, неизвестно о чем, то все это откроется и будет явно, да. Вот. Поэтому, конечно же, воскресение Христово, это важное событие, оно для нас центральное, от этого зависит наша жизнь. Именно поэтому Иоанн Претечий кричал идущим к нему саддукеям и фарисеям, кто внушил вам бежать от будущего гнева. Он именно об этом ему говорит, потому что учение саддукейства уже было полное безумие, отсутствие вечной жизни у человека, соответственно, суда. А суд будет у всех, причем это будет естественный суд, не потому что там Бог будет кого-то судить, все, все, что внутри, все явится наружу, вот и все. В общем-то, на этом и заканчивается. То есть, в принципе, ну опять же, грубо поделить, из четырех, две природы мы как будто можем разглядеть, но и действительно мы видим их, мы видим свободу дарованную человеку, мы видим свободного Бога, Бог не боится рая, я об этом тоже много раз говорил в своих проповедях, так назовем, да, Бог не боится ада, и Бог не, Бога не заманишь раем, Бог свободен сам в себе, но это антиномия, которая неразрешима, в принципе, теоретически, на математическом уровне, Бог свободен и Бог благ, он свободен творить зло, да, но он его никогда не творит, потому что он желает всегда блага, ну, конечно, ты свободен, ты должен был либо пройти тоже такой путь зла, либо все-таки когда-нибудь ты же можешь согрешить, нет, Бог благ и Бог свободен, и мы видим, что до Бога никого не было, вначале уже было слово, и слово было у Бога, и слово было у Бога, это слово было абсолютное благо, и все через него начало быть, что начало быть, и ничто не начало быть, что начало быть, то есть мы видим свободу, да, Бога, человека, человеку, дарованный Богом, это мы видим, в принципе, вечность мы тоже видим, нетление мы видим, но мы не видим бессмертия, доказательств бессмертия уже нету, то есть уже, уже важность, все, что мы можем различить от свободы, и, кстати, в жизни мы это видим тоже, свободу мы все свободны, мы это понимаем, в принципе, ты можешь быть свободен даже до смерти посмотрите на всякие революции люди за что-то к нему не не умирали лишь бы свою свободу до отстоять свое мнение порой умирали за глупости но вот потому что я так считаю в интернете можете забить какой там история самых нелепых каких смертей но там не смертя как я помню как ты искал такой типа ну вы поняли смысл а там сами заходите поищите за что только люди не умирали господи ну в корень то лежит свобода что человек стоит на своем когда кто-то ему допустим запрещает так жить и люди восстают против этого тирании как они называют дай защищает свою что свободу и в принципе каждый на себя может посмотреть как бы меня не заковали даже по плоти пару я все равно остаюсь до конца в свободе выбора меня могут пытать мучить и я все равно могу стоять на своем то есть я свободен своем выборе я свободен выбрать допустим добро ну или то что я считаю добром или даже за зло и стоять в упорстве своем свобода вообще очевидно и из писания из жизни до моей вечность с бессмертием уже такой вопрос благодаря писанию мы вроде бы видим до вечность нет ления бога опять же им сотворенные по его и природы как его творение нас как и образы подобие да вроде бы мы вечные нет лены но мы согрешили вкусили смерть где у нас доказательства бессмертия только в иисусе только в иисусе все третья природа любовь да в писании во первых мы видим что миром правит любовь все и все из-за ли все из любви любой мой поступок на самом деле началом его является любовь это же любовь в принципе является движимой силой какого-то дела и конечная цель во-первых этим поступком тоже получить ответ на любовь можно и так но и доставить благо то есть тоже любовь то сделай любви я все делаю для заметьте в принципе но это понятно уже извращенная природа человека что мы живем для себя эгоизм то есть не любовь наоборот а по-хорошему то я живу для кого-то убери сейчас всех вокруг вот как адам без помощника без евы все и жить не для кого будет у тебя все рай все будет у тебя тебе это ничего не нужно тебе нужен помощник чтобы любить кого-то не чтобы он тебя любил бог и так создал рай и все животные его любили всякое дерево для наслаждения было он не мог дарить делать любовь и это делает человека счастливым счастливым дело человека не потребление ибо ты пустой тогда отдавание значит и полный а любовь это активно отдающие силы а не потребляющие бог творил все они в себя вбирал любовь это расширяющая сила не сжимающие сжимающие это зло эгоизм ну да видим божью благость божью любовь творит во первых бытие во первых если он все это раскрыл сантон блажен сам себе и им он не требует ни служения рук человеческих не пьет ни кровь козлов не овцов ничего ему не надо он все это сотворил зачем ему это надо если это было все в его мыслях и все в нем значит он сам был блажен это блаженство лишь раскрылась причем не для него а для нас ну и и это закон любви он творит потому что он любит потому что он любовь потому что он благо любовь она что-то делает 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 расширяется расширяется вот да бог творит по любви свои все да бог человека делает по любви да в принципе мы видим хоть прямых слов нету но мы догадываемся что возделать и хранить эдемский сад это как по плоти понятно это природу весь мир любить мы с вами разобрались что такое господствовать владельствовать это служить это помогать это трудиться и радоваться жизни от этого труда но это по внутреннему если мы рассматриваем сердце это возрастание возделывание через помощника этого эдемского сада ты с ней будешь трудиться то есть ее любить она тебя она женщина такой же человек да и у вас будет этот эдемский сад внутри украшаться и украшаться через дела любви через дело радости совместной мира добра любви да но это когда все хорошо ну когда все хорошо да все хорошо это действительно так легко любить когда все хорошо да а вот когда плохо ну когда все хорошо это хорошо очень легко любить когда все хорошо когда мерседес в гараже стоит когда вилла на багамах когда здоровье есть когда сто слух вокруг вас бегают любить очень легко а будешь ты любить в печали помните как в горе и радости а дружба за праздничным столом друг познается или в беде еще одно дело с небес говорить и выполнить как и вот господь в раю и потом мы с вами будем читать дальше ветхий завет господь учит добру учит любви и кайна даже который авеля убивает и все равно и дальше и дальше и дальше и даже моисея господь и народ израильский господь кажется учет любить быть добрыми все равно до милосердным все равно учит но это все с неба еще израильский народ и павел потом вспоминал этот это место из писания что кто взойдет на небо заповедь типа божью принести или кто сойдет в глубину земли заповедь поднять это ну и потом павел уже духовно к христу это применяет и правильно делает вот это заповедь сошла сама с небес сама хотите из-под земли вышла да ну потому что по плоть все равно из праха да пусть через через деву марии тело то но иисус сошел с небес да как сын человек сын божий да как бог пришедший воплоти бог пришедший воплоти бог пришедший меня не так показываю воплоти то есть в прах все равно делает прах то есть материализовался так скажем для нас хотя бог всегда был я об этом говорю поэтому очень легко грида бог это ты нас учишь ты сам-то кто ты сам-то можешь любить особенно при 100 одно дело все это было в раю вы помните мы с вами рассмотрели идеальные и пошло грехопадение плюс я вам тонко намекнул и высказал свои мысли что его чем-то согрешила против адама нам не против кого-то не делал не в послушании тоже плод греха какой-то плюс это говорю все это символьно ну понятно она может быть и съела это яблоко и не яблоко плод там не написано что яблоко ну по крайней мере так нам синодальных переедены и мы даже и это извращаем хотя есть на далее неизвестно в каком варианте до нас дошел плод это символ что она вкушает да не исполняет заповедь божью но и она что-то делает она грешит чем-то и грешит чем-то что шьет себя поясами еще на это совращает мужа своего да и это доставило им не радость это был грех какой-то это их расстроило они что-то сделали друг против друга нехорошее это очевидно хоть на все это по-детски рассказано чисто чтобы мы своим детям могли это все рассказывать но взрослые должны подрасти и поняв что это было и поэтому очень легко говорить до люби и люби кто знает почему я так реагирую мне там тоже ну что ты так реагируешь там на кого-то там на комментарии я говорю вы сначала в себе покажите почему вы меня все время критикуете учите в себе покажите любовь мир радость кротости смирение за который меня тоже все время пытается укорить нечиславие не превозношение вас чуть-чуть за ушко потрепишь потом в ответ на ваш же конструктивные комментарии что-то сразу вас все пропадает и любовь и смирение и кротость куда-то прям как мыльный пузырь все как пар пропадает в себе сначала покажи течет жизни я вашей не вижу вы меня учите там как мне блох вести как проповедовать ты сначала свой открой канал ты в себе покажи образец я послушаю как вести себя только от блогера советы не потому что я гордый а потому что это логично что человек будет советы принимать либо такого же как он специалиста либо высший его разрядом тогда да у нас радостью послушать тот что ты мог уже выше разряд с удовольствием послушаю как живет блогеру которую не как у меня там 500 подписчиков там смотрят 100 человек до ролики я вижу а побольше я послушаю как он там как он как его там долбит сколько он терпит я это могу послушать как он себя вел какой путь проходила чем не тебя слушать ты знать не знаешь ты к этому не прикасался жизни к этой ты вот комментарии ты блокируешь это же капли ну что я тебе там сказал для вас капля ваш комментарий какой-нибудь язвительный а для этого человека блогер может быть последней капли терпением пойдет и вздор вздернется вы готовы зажали человека до смерти я все вижу в ютубе это для тебя твоя капли а для него это последняя капли терпения вас то вас много он один ты потом будешь отвечать за его жизнь не ты скажешь я не при делах вот чему нас учат иисус любви раз во-первых история всего человечества и мы ее будем в частности я потом расскажу в чем суть то вообще ветхого завета почему именно только еврейский народ нам там описан его история да потому что это неважно как вы вся избранность еврейского народа это просто чтобы на ком-то показать это неважно какой бог бы избрал народ вообще неважно я не хочу с об этом говорить а то и уклонюсь сильно ну или кратко скажу какая разница тренер для примера кого из учеников выбирает он любого выбирает только для того что до него приемы показывает не потому что этот ученик лучше у тренера в группе или хуже ему просто нужна живая груша как это или как-то называется на котором он будет там показывать броски лечит он любого выбирает иди ты сюда но сегодня одного обычно я помню на секции ходил зав другого они ничем для него не отличается она не выбирал потому что у него больше или меньше разряд ему нужна груша все живая как там борьбе допустим как там это называется я же не помню все стрель снаряды так назовем а тут ему не живой снаряд нужен ну для примера так всегда было ну или там карате его поставит на нем просто показывает как можно было вообще грушу поставить вот все избранность народа это касается ко всем народам мы все одинаковы мы все согрешили и лишены славы божьей что нам иисус показывает во-первых первое любовь да с небес я всегда говорю в чем отличается до любовь иисуса но сейчас мы к этому подойдем от любви с небес бог как будто с небес барского плеча сыпет то есть да господи у тебя всего-то много и тебя невозможно не обидеть ничего и дотянуться до тебя как я говорил судя по поведению адама еще чуть-чуть он бы папе в ответ дал по лицу это ты мне дал жену ну как дети и могут дойти до такого безумия что поднять руку там на родители сначала словом языком потом руки могут вход пойти и люди до этого докатывались и более того когда бог пришел во плоти что случилось оказывается почему я вы думаете я просто так продам а говорю что он руку поднял бы творение божье убило бога когда смогло до нее дотянуться он дотянул стана не смогло он сам пришел на землю и все что у нас внутри явилась адам реально бы богу надавал бы так вот только 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 вот и весь и кстати кто изучал древние религии все вообще всегда там писали эти древние религии философы эти великие там но раньше то людям многими науками обладали что если бы бог пришел на землю вернее бога или там боги говорили что если бы мы только явились на землю нас бы сразу убили мы не можем даже на время отлей облечься в тлении потому что вы нас убьете тогда сразу люди как-то вот такая была мысль древних религий то есть боги не могли сойти то что если он на секунду знать как в ту сказку хоп сядет его сразу в печку помните уж не помню какие там и сказки то есть обманом да так же это то есть боги нему не сходили на землю потому что их люди убьют сразу они смертную природу примут и вот господь нам показал кто мы есть мы готовы творца убийцу мы вообще безумие и так было от начала это мы видим вот мы с вами почему гру этот ролик будет смотреть без моих роликов поетку за это будет не совсем понятно я его в плейлисте вставить хочу то ветхий завет туда но на отдельно останется но конечно основная цель сегодня я хотел все-таки связь показывать может быть когда-нибудь запишу попроще чисто по евангелию хотя это говорил неоднократный о жертве иисуса вот о смысле евангелия сути евангелия я говорил в разных роликах не помню называл ли я их так сейчас я конечно пишу все таки для вот этого и для канала христолюб но выложу его на лаве потому что в свободной форме такой а в плейлист добавлю ведь ветхого завета и книги бытия бог сходит на землю показывает нам в принципе и обычную человечью любовь тоже когда бог просто делала любящим его хотя опять же любящим какую любовь доказывал он но так как он будучи по оплате он кстати себе позволял служить и любить дела любви творить и сам любил еще какие дела дел то есть мы видим что он своим ученикам вы помните этот великолепный случай сам служит казалось бы выше всех господин и учитель а сам служит умывает им ноги да вот мы видим как он благотворит людям посторонним так называемым да ну как он потом рассказал что это если наши ближние а вот именно благодаря книге бытие сотворение мира мы знаем что всем от одной крови павел потом так и не раз эту фразу любил употреблять всем от одной крови до от адама и вы люди на земле поэтому не то что даже ближние друг другу мы братья сестры все друг другу мы родные друг другу мы дети божьи все по плоти по духу только нет по духу мы порой дети сатаны в прямом смысле слова вот в принципе мы видим любовь божию мы видим его заповедь прикровенно и вы благодаря опять же уже евангелию конечно мы видим что это прикровенно вот это возделывание то не только конечно эдемского сада там цветочки растить это возделывание сердца через любовь к помощнику к своему до которую бог тебе дал как помощника как инструмент хоть не инструмент а вот это ну когда игр в борьбе на тренажер он даже называется любая вот эта груша потому что иоанн богослов помните как в первом послании пишет заповедь от начала была любить друг друга а не так как каин который убил авеля брата своего почему я так все это теперь всегда подаю но я научился это у иисуса его учеников первых заповедь от начала была ибо свет и как же он в евангелии пишет иоанн богослов апостол любви что свет который приводит всякого человека в бытие его же и просвещает но я чуть интерпретируем слышите да ибо бог начале было слова бои бог просвещает всякого человека привод пришедшего в мир ну и приведенного в мир тушите на дальние переводы там можно как угодно сейчас интерпретировать смысл понятен да вот но одно дело даже в себе пример от простой любви так скажем я называю с барского плеча мы едает мы докатились люди до такого что мы на это не способны поэтому там ветхий завет бог учит почему он и учит с небес и он учит хотя бы этой барской любви ты имеешь власть господство над человеком ты хотя бы не тирань его относись к своим пусть друзьям пусть слугам пусть подчиненным пусть даже рабам это это не тоже бог рабов придумал и там их сделка вот это люди про обращать друг друга и бог так как с небес говорил вот вот хотя бы я ваш господин хорошо вы хотите меня видеть господина мы с вами посмотрели что это не бог плохой а человек думает о боге плохо ведь раз вы так думаете давайте так и будем делать этому дальше будем разбираться вы помните да вот и господь учит даже хотя бы такому барской любви хотя бы я так от вас люблю и вы также любите друг друга хотя бы пусть неравно пусть сверху вниз но любите друг друга хотя бы люби ближнего и того человек который тебе ничего не делает там подразумевается даже ветхом завете до врага там уже пошло ненавидь мы будем с этим разбираться и вот иисус приходит бог является во плоти и и сущность нам свой открывает ими это же и сразу же сюда присокупляется первое вот это как я называю природа бога кротости смирения но хорошо то что и почему бог все время ассоциировал всегда с громом молнии с могуществом да с недостижимостью со страхом нашим к нему а его господством и силы никто никогда не приписывал богу кто изучал из той религии такие свойства природы чувства которые вроде бы есть у нас у людей это кротость и в кротость что только не вкладывает это не скромность кротость это не тщеславие не тщеславие хотя кстати внешне причем когда господь то вспомните сказал что он кроток и смирен сердцем ну там в разные места и наверняка говорил но одно из мест когда он как раз на ослике едет в иерусалим вас у вас ходит или въезжает как хотите люди кричат ему ассанус благословен сын давидов кидают одежду пальмы ветви машет ему поют кричат а он что говорит вспоминает пророчество и очередной из ветхого завета из писания и говорит смотри как идет на тебе царь твой сидя кротко на молодом осле ничего себе кротко вот она слова это когда я блогера всех проповедников затыкают я чё должен вот так вот или кто-то там степенный старец бородатый по 2 фразы еле выдавливать из себя разве это кротость нет иисус спокойно шел и был кротко это внутреннее чувство я говорю я не прошу от вас чтобы мне пели по нигирике даже когда я лайки говорю ставить это во-первых обратная связь во-вторых это помогает распространение и вашим если вы участвуете вы считаете что это благо кому-то приносит если у вас открывшийся открытый плейлист на вашем аккаунте все это там отражается но просто соучаствуем в евангелии имеем участие как павел писал вот и все это я говорю это добровольно если вы хотите делиться сами не способны говорить по идее мы должны сами закрашивать я всем говорю в идеале чтобы вы как и я научился у иисуса и дальше пошли учеников делать из учеников учителей они пошли учеников делать это в идеале но пока не можем над хотя бы так распространять мы тоже иисуса несём я-то не о себе всегда говорю хотя в себе мы обязаны пример показывать а иначе тогда все это слова пустыла но он-то может а ты ты можешь то что ты учишь мы обязаны в себе сначала пример показать но рассказывать должны конечно же об иисусе ну а своем ты мы примере показывай или своими словами выражаем вот кротость это не скромность это другое чувство это тоже можно извратить все понятие кротость это нечиславие и не печаль когда когда тебя не славит у меня никакой печальки нет от того что вы мне панигириков не поете и это делаю по любви к людям и вся моя жизнь этим исполнена любой мотив моего поступка это счастье ближнего мне доставляет удовольствие радость ближнего счастье ближнего улыбка ближнего человека вот смысл моей жизни я этой энергии питаюсь радость людей меня окружающих вот и все и смирен сердцем до господи что такое смирение опять тоже все это выдают за какой-то природная вот вот такое вот поникшая головой обычно вот именно это вкладывает я почему об этом все вспоминаю смирение это не превозношение но это не говорит что ты обязан всем туфли целовать или за тех там нет ничего этого иисус не делал смирение это не превозношение признаем все времени ты что он города в прелесть он смиренный поступок покажи чем я на тобой превознесся то что эти туфли не вылизываю или я стою на своем мнении которое с тобой разногласия да не согласуется я за себя будет давать отчет я живу так как я познал истину и благовестую но ты по-другому хорошо мы можем поговорить может быть я ошибаюсь ты мне сказал хорошо я тебя услышал а когда ты мне это в голову вбиваешь а я это не принимаю потому что не считают истинный и ты называешь это гордость это прости ты сам заблуждаешься вот это природа смирение кротость господа во первых что он сошел оттуда зачем ему это надо было зачем ну мы тут свои каши ковырялись баб а лучше сказать своих помоях на этой земле от начала ну ладно смирение кротость это оказывается это та же самая любовь это неотделимые свойства все вот так одно закваска 1 по сути-то это одно чувство потому что смирение и кротость является в принципе хотите это опять мы что-то делим фундамент любви другая сторона как хотите иисус придя во плоти научил нас какой любви совместите смирение кротость и добро или любовь получается что жертвенная любовь любовь с барского плеча очень легко любить за праздничным столом очень легко любить здоровыми в изобилии очень легко любящих тебя да хотя мы этого порой докатили что и так мы не любим и любящих нас а вот жертве на любви и даже и то есть первое первое вообще а жертве на любви иисус нас принес учение потому что в начале он этому не учил нигде хотя это конечно так как бог просвещает всякого человека и бог сотворил все на земле да и просвещает всякого человека является природой всякого человека то в принципе мы видим в истории всего человечества когда люди совершали и и и живут жертвой на любви без всякого евангелия без всякого христианства и умирали даже жертвенно за других людей отдавай даже жизнь свою просто для чего нам нужно евангелие жизнь ученицу с христа просто не на многие на это способны идти по зову сердца я вот жил да я казалось бы все это знал но мне не хватало вот этого толчка хотите волшебного пенделя чтобы увидеть живой пример во первых чтобы у меня отголоском в сердце я принял что то что у меня в сердце это истина это раз а во вторых еще и пример есть о чем я сейчас и говорю параллельно во первых теория утвердилась моя моего сердца в том что оказывается вот бог пришел и все сказал что все что в твоем сердце сынок начни слушать это все так это и есть я это я с тобой говорю ты должен поступать свято всегда в совершенстве и 2 вот тебе пример я сам пришел и проложил тебе путь все вот в чем в чем суть величие радость евангелия у меня есть стопроцентное подтверждение сердца моего и пример живой что это и что это реально именно в той теле в том плоти в какой я есть до жить даже и умереть за любовь даже до смерти за дела любви творить их даже до смерти разве мы видим это в первых трех главах книги бытия нет и кстати заметьте именно поэтому господь не накладывает бремен неудобоносимых что сам он не показывает пример в раю он не может человек но не хочет так божий замысел был просто творит с небес ему говорит и потом всему человечеству до собственного воплощения а когда он дал он сказал да у вас нет больше никаких отмазов вот в чем суть евангелия стопроцентном совершенном учении доказательство этого учения у нас в сердце не почему павел вы думаете писал не вникайте в писание и в себя а вникает себя и в учение и друг дружкой советуйтесь там если сложить два его места как он писал тимофею и в 20 главе когда перед своим арестом ну когда он отдался своим братьям иудеям в звериные руки ли пасти как правильно сказать и в эфесской церкви помните собрал пресс-виттеров и говорил что внимательно тоже себе и друг друга если мы все это соберем два места путь от вника в себя в учение и друг дружке так что вот она суть суть во-первых господь открывает нам природу свою которую никогда богу не приписывали никогда никто не мог приписать богу кротости смирения бога это владыка бог это господин бог это царь только благодаря иисусу мы видим что бог это не просто любовь это жертвенная любовь а почему потому что стоит она из двух частей кротости смирения это одно называть и господь не зря все вместе употреблял то есть вот это умоление абсолютная самозабвенность все хотите сюда все вот эти слова вы сами можете какие есть я сейчас все это не вспомню да все что мы знаем об этом вот и любовь на одно дело в барске когда это совмещаешь вот она жертвенная любовь жертвенная самозабвенная да то есть когда все плохо когда тебя бьют и убивают когда внешние обстоятельства плохие а ты остаешься верным природе божьей вот она в чем суть жертвы христова суть ее прихода ну и до креста мы все это видим его любовь вот она вообще иисус бог пришедшего плоти нам дает абсолютный идеальный совершенный пример и путь в царство небесное через подвиг жертвенной любви к человечеству начиная от малых дел заканчивая даже отданием жизни вот и все все очень просто не знаю ответил я вам получилось я вот так живу так мыслью так понимаю вот вам в чем вся суть евангелия подвига иисуса ничего я не верю в эти как я вам говорил вот эти протестантские бредни по поводу того что там иисус что-то искупил меня у отца небесного и такая глупость это только люди грешники такие могли придумать хоть и называли себя верунами весь этот язык образный апостолу павлу просто по извращали из него придумали неизвестно чего иисус нигде об этом не говорил он и отец одно никакой своей праведностью ни от кого он от от гнева небесного отца он никого не закрывает иисус проложил нам путь добровольный и дал учение добровольной святости которая и соединяет нас с богом приближает и по по духу мы будем с ним и бог в нас еще больше раскрывается и по плоти мы будем с ним вечном царстве его всегда а то что мы придумали это все чушь собачья сатанинской и хочется мне ответить последний мне недавно сбросил брат с сестрой ролик кто знает александр невзоров да ну кстати там не хамит такой 10 минут на там аудиозапись с картинкой в ю тубе один я не буду трогать вопрос там про она не сапфиры то есть на две части поделен а второе по поводу того что вот если иисус все знал а мы видим что иисус все знал уже бог пришедший во плоти он из писания все ученикам и из писания сам всем говорил о том что он воскреснет он знал что он бессмертен и вопрос невзорова к верунам очень трезвый здравый и меня вот поражает когда не на него ответить даже не могут вот и во что мы сами верим там вообще чего-нибудь понимаем что верим и как живем и зачем живем типа вот если иисус ну и вопрос невзорова такой что если мы типа если иисус все знал типа велик ли подвиг и вообще ну как бы знал что подумаешь через там 40 часов воскреснет ну и что но умер ты и все типа в чем чего тут такого великого то я вам скажу такую вещь и скажу опять от опыта меня господь именно опытом вы думаете а такими вопросами не сдавался я задавал с такими вопросами более того я сам себе отвечал как но вместе с господом да господи вот именно ты же все знал я это нормально кстати вопрос и люди только когда начинает вот ты к человеку а там обольют его грязью того же сам невзорова он сдает трезвый вопрос на которую вы в отличие от него боитесь себе задать а вы задайтесь вопросам действительно порой получается человек который не христианин а таких случаев полно нет не надо там какие-то исторические читать может это вранье какие-то сказки былины до новости достаточно посмотреть есть люди жертвующие своей жизнью причем не потому что они там даже состоят на этой службе каких-нибудь спасателей это и просто можно там показывать сейчас дети вон дети спасают друг другу вон там показывают какие-то награждения все время у нас в россии в кремле где там дети из горящих домов других спасали еще что-то вот пожалуйста какой он там там не христианин там и показывают и мусульман кого угодно или вообще атеистов родители атеисты сами дети это присуще каждому человеку это вот именно тоже понятно я в чем радость и евангелие это все знают и так своим сердце то вся эта суть евангелие это никак не умаляет то что сейчас говорю жертву иисуса бога пришедшего во плоти сейчас я объясню почему да иисус знал что он воскреснет он об этом все время говорил своим ученикам и прекрасно помните он их более того укорял что даже когда он воскрес и они не верили воскресшему иисус не верили вы помните не писанием не ему не его слова мы даже своим глазам не верили не верили словам тех кто уже видел и передавал это вспомните все евангелие вы все должны знать прекрасно я надеюсь если читаете евангелие хоть раз сто лет да это так и вот имя задумался господи да подвиг получается человека вот я допустим теперь точно уверен что я бессмертен игру все мои внутренние чувства которые я жил всю жизнь еще до покаяния подтвердились просто писанием и я те реально я конечно это абсолютно верю а я всего не верю я знаю что это так потому что внутри то я не верила знал а евангелие лишь подтвердила мои подозрения так скажем да теперь я точно все это знаю вот и все тут мой 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 сыночком помощь до лази тут ему не очень удобно в чем же суть то казалось бы любой человек вот этот не знающие он большим ли он большую любовь творит мы-то знаем и вот я помню говорю с господом беседу когда-то говорил господи получается когда я знаю что я бессмертен велика ли жертва отдать эту жизнь апостол павел писал всем известные слова у меня не на на лаве в шапке даже тезисом написано что для меня жизнь-то христос а смерть приобретение вдумайтесь в глубину этих слов апостола павла смерть приобретение то есть я сам ее жажду ведь человек жаждет приобретение жаждет чего-то побольше всего получается он жаждет он играл я сам а дальше то это я там тезис тоже поставил как тезис какая ну да тезис канала свою ну в принципе своей жизни до тезис эпиграф как хотите он как я желаю разрешиться умереть разрешится он опять раздеться там слово по-русски бы написать сейчас раздеться от этих кожаных рис который бог меня дел и и быть со христом и бы это несравненно лучше то есть мы жаждем этого так получается и все эти же тоже ой мученики там мученики за христа за веру особенно которых ладно еще мучают пытают вот это действительно тоже неприятно просто тяжело пережить а смерть такую немучительную в две секунды принять за иисуса кто на кто действительно кто верует вот в бессмертие в евангелие и действительно живет святое не боится сейчас раздеться предстать пред господа от этого тела раздеться это вообще подвиг я тогда господи для меня я я через этом не открылась почему человек способен вы знаете рю через это открываются все тайны через эту любовь почему иисус благословлял врагов почему нас это мучил почему стефан это делал вы знаете тогда задумался как легко любить врагов и благословлять их в день твоего убийства все а вот фашисты пришли в твой дом ты что не будешь защищать себя и семью нет не буду я им попытаюсь их вразумить любовью умою ноги ванну приготовлю полотенце дам до накормлю напою попробую их любой разуме нет но отрежут нам голову всем и мы с иисусом будем в чем у меня нет проблем у вас проблемы с этим верен тогда может вы не христиане в общем у меня нет с этим проблем я понимаю как я должен поступить а почему я буду их кормить поить умывать и многие они мои благодетели они сейчас меня отправить туда чего я жажду с дня моего покаяния я мечтаю умереть вот как павел гать моя жизнь христос данную смерть и приобретение ну кто хочет никто хочет не хочет приобрести еще что-то у нас же внутри сидит это правильная святая алчность но кто не хочет быть с любимым но любой нормальный парень или женщина который там может быть намечается брак который всю жизнь искала своего суженого ряжена мечтает быстрее быстрее брачный день брачного пира брать бракосочетания я мечтаю быть со своим создателем мечтаю жажду этого но сам я не могу прервать эту жизнь и тут приходит так называемый у грешников негодяй и предлагает мне этот чудный чудный билет да я расцелую его и буду молиться господи невмени ему это в грех потому что это не грех для меня это для него грех может быть ты невмени его потому что мне он лично делает благо у меня в сердце ничего на него нету ничего нету он мне делает благо благо кстати как переворачивается мышление ученика христова с ног на голову язычнику этого не понять грешнику но только кто верит в бессмертную жизнь в бога любовь в иисуса христа который ждет его с распростертыми объятиями у него все переворачивается для человека мог павел грыл мы безумные для мира безумцы в глазах мира живя так и желая так закончить вот почему ты будешь благословлять своих врагов спасибо дорогие спасибо спасибо что посажаете меня в поиск моему создателю и вам я ничего вы мне вы мне добро сделали как я могу отплатить злом я что буду вас проклинать это по поводу того что казалось бы для мира то что сейчас говорю безумие для грешника вот именно то что ему в глазах они они верят в конечную жизнь что хотя вере не веря этого не будет никогда для них это жизнь только важно а смерть для них все крах караул конец а для нас только начало поэтому ты в глазах не взорвая у него правильно ты мысли то правильные мысли все правильно он говорит все правильно с одной стороны это жертва умаляется и ты когда приходишь к этому сознанию причем вспомнить опять когда вы пьерос евангелие читали 2 3 колес да сначала вы все это принимаете бог там умер за меня все по плоти пока еще потом в это понимая конечно с одной стороны вас умаляется немножко жертва но ты же понимаешь суть жизни суть любви суть жертвенной любви но это по поводу смерти быстрый а по поводу того что перенес иисус вот эти вот бичевание вот это вот смерть ужасно дело даже не в позоре хотя это тоже важно а в самих мучениях кто интересовался как умирают на кресте смерти через распятие само это бичевание который был ужасно и ужасно и причем это было же само по себе наказанием после этого это это наказание бичевание за какое-то преступление это был уже все это было полное наказание иисуса наказали дважды великое римское право я смеюсь все время там учат до сих пор в юридических я говорю вы начните с иисуса ваше великое римское право изучать осудили ни за что сам пилат свидетельствует три раза ягод никакой вины не нахожу но вот да на бичевание придам на распятие отдам но вины год никакой не нахожу вы вчит вы начните вот со своего этого римского одного из правителей он же был римом присланы в иудеи поставлены там в кесаре в этой и более того даже сейчас за одно преступление дважды не наказывает его за одно преступление дважды наказали он наказал просто рассчитывать это было полноценное наказание то бичевание за преступление единственно что пилат рассчитывал по своей глупости что думал сейчас он его накажет как он говорил и отпущу он же сказал и ставит его избитым перед ними не знаю как там иисус стоял в таком состоянии или что там все это как происходило поддерживали его я не знаю как потому что вот это бичевание которое нам описано и вообще раньше было и до сих пор в некоторых странах есть она с 50 процентным летальным исходом люди не выдерживали от самих ударов от предела боли от разрыва тех органов которые рвали потому что там все вырывали почки селезенки там были просто палки да и с крюками били там жуть что и от разрыва сердца естественно от самой боли причины разные и потом из-за рожения крови то есть пусть даже человек выживал потом погибал через несколько дней потому что ну чё кто там будет за ним ухаживать их выбрасывали да и все на улице порой эти люди были действительно может быть там без родственников ничего ну кто-то допустим достойно так скажем получал это это достойно по понятии мира по божьим понятиям мы всем должны любовь оказать и все простить уже был это было полноценное наказание за преступление ты должен был либо тогда вынести сразу распятие либо это он сказал вот наказав его через это бичевание отпущу это было полноценно ты так неправедно его осудил и так неправедно наказал он ставит перед ним они все равно его подстегивают тем что еще и кесарю там нажалуются просят распять хотя он не имеет права уже делать он еще и дважды наказывает его еще и второй раз вообще смертельной казнью это безумие римское право господи будем теперь молиться на него почему я говорю все что вот это в мире вот этот грех весит все чушь собачьи вся эта наука это все все законы все равны перед законом но есть поравнее вот это из этой серии все это работает только до определенных моментов и вот по поводу того что там александр невзоров задавался таким вопросами ну если это все так вот ты знаешь воскресишь ну и типа вот это несложно да иисус не говорил что он он нам путь давал и каждый должен пройти этот путь каждый должно нам путь сказал я вам прокладывал не горю что я все за вас сделал я и вас искупил и у вас все искупил нигде до этого иисус не говорил весь этот я говорю символьный язык где-то павла очень такой поисказили поизвратили все это иисус сказал путь я вам каждом прокладываю иисус не накормил весь мир иисус не не спас весь мир от всех войн он ходил вообще только по иудеи проповедовала господь путь прокладывал так и мы тоже не надо рваться сердцем когда мы не можем всем на свете помочь посмотрите на иисуса он спокойно ходил он пока жил 30 лет на земле во плоти пока три года благоествовал сколько умерло по всему миру язычников тех самых евреев даже и ничего еще все в аду теперь надо проще немножко эта жизнь относиться а нам он каждому дал путь чтобы каждый учились этой любви даже до смерти и вот по поводу вот этих самой даже смерти какой господь какую принял и за что принял ты и как принял и безвины как он страдал то как его избивали эти войны толпа избивал сколько раз его избивали только его толпа посмотрите кто попадал в уличные драки или видел людей которых на улице избили да там уже живого места нет смотреть на человека а его во дворе первое его избили в саду когда арестовали воины это же звери его избили во дворе первого священника избивали ругались над ним бичевали по приказу пилата воины опять над ним избивали ругались над ним еще и на к еще еще крест свой нес вообще непонятно в каком состоянии но потом он ваш симон помогал то что он уже не мог нести его настолько и вообще довели до полного ужаса еще и распяли он мучился на этом распятие бревне висел к чему я это все красочно опять передаю вы знаете все это и так нам описано я ничего не прибавил это только сказки а если даже знаешь вы знаете господь попустил мне болезнь я пятый год более первые два года я вообще в аду жив мы сейчас чуть-чуть полегче вторые вот эти два года но тоже то что есть предел определенный даже боли и вообще предел терпения как это называет я испытывал такие боли продолжают с периодичностью испытывать который я говорил даже вот врагу я не желаю этого и будучи даже до покаяния понимал такие вещи врагу не пожелаешь когда у меня эти приступы после них я кстати именно в эти приступы все вот это господь меня прям я помню как учил про этот крест свой врагу не пожелаешь именно тогда меня господь учил вот этим деятельно учил меня ответом на эти вопросы после каждого приступа да вроде как-то я переживал кто знает я говорил я в 10 раз хотел в петлю залезть я планировал свое самоубийство таблетками я не знал то как это сделать это невыносимые боли я по 40 часов просто терпел невыносимые боли невыносимый причем это 40 часов умножьте на тысячу потому что минута на часах останавливается любая стрелка кажется что это вечность когда ты когда ты мучаешься от боли поэтому все вот эти сказки иисус не 40 часов висел он там вечность провисел я знаю что такое я по 40 часов вот в такую адской боли как будто у меня кол в голове и кто-то его крутит нещадно и ничего не помогает зубами грызешь грядушки я бился головой об стену я говорю грядушку всю сгрыз в кровати сейчас полегче но тоже и после каждого приступа я грел господи не дай бог еще раз кажется вот ты пережил ну ладно ну еще раз переживу через три дня у меня каждые три дня это первые два года было и по 40 часов и потом ты еще сутки отходишь сутки ты более-менее и сутки уже начинается опять ты чувствуешь тебя уже трясет уже вот так вот все вот так я два года прожил и сейчас живу до сих пор сейчас полегче я признаюсь последние два года когда я там смирился был момент что все я как-то господь чуть-чуть видимо что-то я много через это научился я вот одну одно из этих учений рассказываю и до сих пор я говорю не дай бог еще раз неважно сколько раз я их выдержала пережил я не хочу этого к этому невозможно привыкнуть этого невозможно желать не ради чего я это сейчас можно сказать да вот даже вот дай вот ближнего и вот забери у нее эту болезнь дай мне это все сказки это может только говорить вот в здравом состоянии вот я сейчас более-менее себя чувствую когда вы видите меня проповедующим я стараюсь проповедовать естественно улавливать эти моменты когда мне хорошо ну или хотя бы иногда вы видите проповеди когда мне не очень хорошо поэтому они надо горячий вот эта боль во мне кричит особенности попадает где говорю о системах или еще чего-то это все это можно сразу заметить значит мне не очень хорошо если я такой злюка немного потому что мне уже плохие такие про хотя с виду я выгляжу более-менее нормально но опять же ну а когда мне совсем плохо вы меня не видите и это только сейчас я могу кажется в трезвом состав в свежем в трезвом хотите в уме в этом безболе горит да я бы потерпел да я бы ради кого-то принял эту болезнь это только я понял что это сказки это только слова когда это начинается ты не то что чужую ты свою куда хочешь деть хочешь только бы это прекратилось я не часы останавливаются часы реально останавливаются около 40 часов у меня длились эти приступы казалось бы ты даже время знаешь это не помогает потому что это ад это адская невыносимая нестерпимая боль хочется просто вылить освободиться от нее не знаю как душа соединена там с телом хочется просто разрезать эту связь это невозможно терпеть на словах сейчас можно говорить что это возможно да вроде бы можно ну вроде вот живешь это невозможно есть предел есть порог болевой до него можно еще как потерпеть еще что-то есть предел за него переходит все планка падает вообще не помогает ни ум никакие учения никакие мысли вот эти ничего факт тебе тебе ужасно больно ничего не помогает не чужие мысли о чужих страдания что кто-то еще больше терпит ничего вообще не помогает все ты от этот с богом и сатана который тебя удручает все я вот когда слушал того же самого невзора у меня в голове только две мысли либо бог по его вот этой вот господь слабых моно слабых ничего не возлагаем кто знает если у тебя дети один сильно здоровый вырос молодец вот он будет вам картошку там таскать на даче если ты больной ребеночек рахит ну кто на него чего возложить его сами носят грешники бог их милует отец наш небесный ничего их не их и трогает лишь бы они не надломились и так и этот ли он не погас я так понимаю это человек просто ничего не испытывал хотя вроде взрослый человек но есть кто и до старости небось ничем не бог просто на них ничего не трогать потому что вот они точно ему первой скорбью он точно застрелится у меня вообще фундамента никакого нет казалось бы со столькими фундаментами со столькими учениями я говорю можно было найти за что зацепиться все это пропадает просто в боли все это растворяется не знаешь за что опереться за что схватиться чтобы жить поймет меня только человек который счет переживал такое подобное человек который никогда ничего подобного не переживал не поймет меня я бы сам никогда не понял меня через это иисус научил деятельно именно в этот в эти моменты он меня учил и наставлял вот все что я вам рассказу я от него слышал быть ну что понял я же задавался этими вопросами у меня учил он это вот то что ты хочешь знать я понял это поэтому знаете в этом плане тут тоже можно конечно умолить жертву иисуса я ее никогда не умолю хотя казалось бы сейчас вам только поговорил о бессмертии да скажи мне сейчас что мне голова трубит две секунды даже не почувствуешь вообще не почувствуешь ничего как он шприц тебе вколят и все ой да я бы с радостью согласился кто меня туда отправил к моему творцу я в этой жизни я присытился днями как это в библии мы с вами будем читать в писаниях написано я все посмотрел все повидал меня мало чего радует хоть я рассказываю что птички поют все это но я радуюсь потому я действительно люблю радоваться я люблю жизнь все равно в этом плане но новенького чего тут но я все повидал все посмотрел все вкусил все есть предел на этой жизни в этой жизни все с пределами и вот то же самое с пределами так что вы думаете вот иисус молился до кровавого подда в кефсиманском саду это что было казалось бы он все знает он же самым только что он даже им перед этим рассказывает кто там помнит весь контекст он и мы на прощальном уже не рассказывает о воскресенье по дороге в кефсиманский сад и до этого только они шли он им там тоже еще неделя так называемым ортодокс называть страстная так и можно назвать мы там видим все по событиям на все время пытается воскресенье сколько он и много говорит из писаний сам говорит что все это будет они его не понимают он что это не знает знает но не знает что ему предстоит у меня когда начинаются эти приступы а я уже тоже знаю как это начинается я все я уже гранит не не не-не-не-не-не-не-не-не-не-не я не выдержу я не выдержу неважно скок я я не выдержу не надо Первые полгода у меня был вообще ад Это вообще каждый день было И такое ощущение было вообще практически без передыхов у меня У меня жар там Я сейчас не буду, кто знает, я рассказывал немножко о своей болячке И нет диагноза, никакого диагноза мне поставить врачи не смогли Лечить лечили без диагноза, как всегда Ни от чего не вылечили Первые полгода был вообще ад Это вообще каждый день было Это 40 часов в 40 часов Ну может там с 12 часами передыхами Когда ты там вырубишься в изнеможении Я вообще, я снял недели, когда прошла Я говорю, это что такое Это что вообще такое Две недели я Богу ставлю условия Я говорю, ты что, совсем Это невозможно Это 2 года, 4 года продолжил Пятый год пошел Я говорил, если еще неделя, все Я застрелюсь Пятый год идет Месяц я говорил, ты что, совсем Это я так с Господом говорил Я говорю, я этого не могу, этого выдержать И до сих пор, даже вот потом Я говорю, 2 года, помню, прошло, 3, час Это наступает, и я говорю, Господи, не-не-не но и продает и наступает все равно это опять как-то вот так вот ползешь все это это вообще поэтому все эти сказки что да вот когда ты все знаешь наперед кажется что ну пройдет же 40 часов и все быть нормально не 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 до кровавого пота господи пусть это пройдет мимо меня я не хочу этого пить я больше не могу это пить поэтому все только это сказки человека сидящего на диване я так понимаю папа божьей милости и любви отца небесного вот и все что-то еще хотел сказать то опять чуть-чуть хотел еще одну мысль уж закончить очень важно чтобы потом сейчас секундочку так по поводу чё ж он там еще то спрашивал а а и по поводу жертв вы еще поймите и вот господь мне это все открывал я в отличие хоть я поговорил с маленького сейчас вроде бы есть в чем умолить сейчас вам еще так раскрыл и вышина вы знаете когда у вас начнет подвига иисуса подвиг его жертвенной любви на начиная от его пришествие на земле вообще когда для вас евангелие станет действительно совершенством святостью и кумиром и действительно поводом для поклонения и этого пути и благоговение кто знает я исповедую единого истинного бога иисуса христа пришедшего просто в этой плоти до 2000 лет того назад ну который от нас был прежде бытия которым все от которого к которому явился он только лишь в этой плоти видимо 2000 а он был всегда в этом теле смертель греха явился он до 2000 но он был всегда и авраам я увидел и возрадовался и он сущий он просто есть это все он туда по плоти от давида но сущий над всем бог он истинный бог и жизнь вечная и дарует его кому хочет у вас жертва иисуса и его жизнь и вот это смирение и кротость жертвенная любовь вот именно этот подвиг сейчас мы уже убираем свободу жизнь вечную и вот эти две особенно природы которые в евангелии нам явно это жертвенная любовь кроткое смиренное добро любовь как хотите это смирение особенно когда ты это в дело любви превращаешь это именно жертвенность скротости смирение когда она вас начнет возрастать когда вас начнет возрастать что он жизнь весь шум бог он жизнь самом себе имеет чем больше ваших глазах вы будете признавать иисуса богом тем вы поймете зачем ему это надо было зачем ну сидел там на небесах во славе он больше блажение не стал от того что он к нам эти дела любви ставил он сам блажен сам себе абсолютное совершение вот в моих глазах евангелие подвиг иисуса христа бога во плоти всегда был велик и не то что велик они скончаемы велик то есть я когда об этом думаю у меня нет какой-то планки и у меня уже конечно нет возрастания я просто уже смотрю вот как эти ученые вам говорил смотрят туда в бесконечность или микро мир там в перевернутый телескоп никак конца увидеть не может так и я уже понятно что там нет конца его любви почему здесь я говорю не накормил там весь мир и кажется его любовь какую-то ограниченную имела потому что этот мир весь ограниченный у него было две руки здесь ну вот в этом плоти который нас обрел 2 на хотим видели хлеб его умножался он мог вот так умножаться и всех нищих кормить даже без учеников он мог манной с неба падать как и падал иисус нам в человека в этом в его же придуманном этом плане мироздания времени ограниченности все у нас с ограничениями связано минута секунда день время расстояние все с ограничением в этом тленном мире после грехопадения потом все не так будет поэтому над просто вы высуете увидеть суть вот эту и спроецировать и он и бесконечно бог это абсолютная любовь если бы надо он еще тысячу раз умрет за каждого и вот я говорю я вот через эту болезнь вы мне скажете она же не связана с любовью к ближнему какая разница как учиться терпению вот объясните мне причем я все это проецировал а если мне это делали люди я не знаю кто этот кол в моей голове крутит но я предполагаю кто это делает нечистые духи естественно и вот какая разница терпишь ты от них они тебя испытывают вы помните как иов бог сказал плоть его в руке твоей только души его не трогай какая разница от кого учиться терпеть почему я говорю когда тебя будет распитать ты будешь просто молиться за них сатана я кстати ни разу за эти четыре года не проклял у меня все претензии были с богом выстоять не выстоять все с ним почему ты почему ты попускаешь убери его от меня я вообще никогда не обращаю внимание на станы для меня вопрос не существует он существует но я всегда вижу перед собой бог я не хочу не ночью лицо смотреть на лицо бога только мне она нужна мне от него нужны все ответы не нужны ответы от лукавые с ним разговаривать даже не собираюсь он лишь делает то что попускает мой творец наш творец у меня все все вопросы и претензии только к нему поэтому конечно же хоть кажется ну это в глазах грешник и младенца во христе может показаться что вот это евангелие жизнь подвига иисуса христа какие какой-то несовершенно или непрям если вы признаете что это бог которым ничего не надо было и лишь любовь явилась источником его дела он явился во плоти лишь любовь двигала все это время когда он ходил и благотворил и даже умер и конечно его цель любовь научить нас любви и это были реально законченные дела любви то есть он сделал и этим что сделал нас счастливыми мы блаженны кто знает евангелие всех полтора часа а я сути евангелия о жертве иисуса христа на его природе в принципе я все сказал ну может быть не все есть разные вопросы вот как раз прям еще брат сестрой мне там прислали такой вот этот ролик с низоровым я говорю ладно я как раз вот все это после 3 главы вчера я записал по книге бытия я рекомендую всем послушать это действительно в первых трех главах быть и книги бытия нам описано вся суть вся чистота бог благ человек может быть зол да человек ты вечен но то что ты бессмертен то что ты должен творить это благо даже до смерти и даже ненавидящим тебе открыл нам бог только придя во плоти причем он никогда этого не делать небес то по той простой причине что когда он пришел на землю что он говорил мои самые любимые одни из самых любимых слов сотворите и научите ибо сам он творил и учил поэтому с небес он учил любви барской что адаму с евой им не надо было чужетами был абсолютный рай они ни в чем не нуждались не надо было ничего все надо было просто не делать зла потом он уже людей свалившихся когда они стали делать зло он говорил ты хотя бы делай своим добро давайте на этом хотя это уже планка все катится с горы весь ветхий завет он вот так катится и здесь иисус появляется бог и опять все вверх пошло и уже господь дав на в себе пример учит нас любви жертвенный потому что сам ее совершал эти дела в чем именно дела он не на словах он не из пещеры воплотился сидел как там какой-нибудь великий монах в закрытой пещере учил любви нет к врагам он все это делал сам все любить любящим умываем ноги даже неблагодарным злым и противящимся и не по дороге встречающимся творил добро и даже врагов молился за них благотворил их и вдумайтесь то что с этого к на этом кресте на этом распятие висит бог ведь те кто вбивает ему гвозди в руки я вернее мыска стать не закончил хорошо чуть-чуть поговорил еще я не властен не над своей болячки не чем бог всем этим управляет мы не властным другим людям вот придут до тебя распинать там посажать в тюрьму мы лишь действительно можем а бог может все может сейчас за тебя заступиться там что-то сделать этим наслать какую-нибудь немощь ангела с неба послать град с небес да то что угодно мы порой не властны на этим ситуациям вы же поймите что иисус бог кому он молился говорят геосематском саду сам себе что льда сам себе он мог всего этого не делать он же только что учеником сказал никто не забирает у меня жизнь я сам ее отдаю я вам не зря этот опыт свой рассказываю с этой болезни он сам отдает себе это нереально тяжело я я вам говорю что каждый раз принципе не нет 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 он сам как я сам от отдаю я имею жизнь в самом себе как отец так и я я отец 1 я он и есть я сам это делаю я когда читаю всегда я поражаюсь и на этой болезни я понял что бог меня тренирует а вот потом люди будут сейчас я сатана удручает и ты тренируешься он твой тренер я почему к сатане никаких претензий не и он божий тренин от бога тренер ну вы понимаете да хоть это и звучит для многих я понимаю мозга взрывающие но когда будут люди сможешь ли ты благословить и не и меня не проклясть не взорвать на меня сможешь ли ты принять это добровольно не знаю пока у меня не получалось я каждый раз говорю не менее нет я стараюсь вот до этих пиков и есть какой-то предел почему как будто знаете зафиксированы ты его чувствуешь до него я стараюсь терпеть не роптать жить даже что-то делает творить но есть предел все все падает планкой все ничего общение ты как безумный становишься невозможно совладать все гаши это все это невозможно вот когда вы это поймете что бог что он этого мог не делать он и в этом не нуждался не приходить сюда не благотворить никому не утруждаться не уставать когда он ходил там не вот эти споры не упреки не обзывание терпеть когда его сатаной называли хотя он добрые дела только творил не потом позволит себя арестовать и избить не не стоять обруганным оплеванным избитым перед этими нечестивцами первосвященниками всей этой толпой разъяренной не перед пилатом не перед всеми этими войнами не быть и избитым до полусмерти не опять нести свой крест и еще на нем потом висеть в ужасных огонь их и мучениях когда вы поймете что бог это все делает добровольно добровольны имея власть не делать этого я рассказывал кто читал слушал мое чтение на христолюбие по евангелию с чего началось все испытания в пустыне сатана если ты сын божий то 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 и вспомните но там никого не было эти же слова сатана через своих детей произносит при последнем испытании господа если ты сын божий сойди с креста отмени этот путь всем ведь через это соблазн он и нас бы всех совратил бы и только иисус благодаря того что он до конца претерпел и сказал совершилось совершенно вот он путь все он закончен и и нам пример ну до последнего совращал сайди сайди ты же можешь сверни их всех в узелок сделай червяками ты же можешь ты же украшал бури ты нас изгонял из них из человеков ты кормил голодных ты исцелял хромых и больных воскрешал мертвых сайди тебе ничего не стоит это сделать сайди добровольно вот когда вы поймете вот это совместите все четыре природы смирение кротость любовь жизнь вечную и свободу что он это делает до бра вольно вот тогда вы ощутите всю полноту и высоту бога его жертвы всю силу и всю мощи красоту и что силу его в немощи вы силу богу знаете не в его палке господина которую никто царя никто обидеть не может они карают наказывают кого хотят они сидят у них полиция армия сила моя иисусского в немощи я когда-то познал что сила окажется человека это не мстить не наказывать а терпеть и прощать это нереальная сила и это и есть суть божества это его природа любовь природы бога и сила это силы и нескончаемая любовь чем она больше она и чем она жертвеннее тем она и по связать именно в жертвенной любви вы уподобляетесь совершенству но теперь по моему все мой адрес моего сайта у вас на экране им все мои контакты для связи я не кусаюсь пишите звонить добавляйте друзья и все они также есть в описании к ролику и там же ссылки на все три моих канала на экране они у вас тоже есть подписывайтесь смотрите видео какие вам интересны ставьте лайк если ролик понравился кому полезно отрадно назидательное моё служение поделитесь на ю тубе социальных сетях со всеми с кем считаете нужным кого этот ролик возможно возможно что-то перевернет его жизни и человек изменится покаяться и начнет вести святую жизнь ибо только таким образом святой жизнью в жертвенной любви друг дружки даже к своим врагам мы свободно входим вечное царство мы сами внутри его в себе раскрываем это царство и также по внешности по по телу войдем в него по плоти и будем пить новое вино с нашим женихом на брачном пире все я вас всех нежно целую крепко обнимаю пишите в комментариях вас все мысли размышления задавайте вопросы я буду на них отвечать по возможности и в онлайне и в оффлайне как будет получаться ну а заповеди я сегодня мы они только и говорили любите друг друга